что там суджа кстати ты там чё тебе с кресла то виднее очищаешь там суджа 4 страдает не слышал не слышал такого вас такое есть указывается это не ваша я согласен зачем оно вам нужно если вы за него не слышали а ты нью-йорк не слышал что такое представляешь вот когда будут переговоры вот тогда мы будем курск менять на вот этот донецк уга от белгород на луганск пока ты будешь нью-йорк рассказывать там курс уже будет под украинским флагом расхрюкался корма подкинуть тебе расхрюкался любишь премиксные или такое свежачок тараки какой-то там накидать какого-то кабачка тебе арбузика кинуть чё тебе что там с байденом всё уже сейчас харрис харрис как ее там сейчас она наведет порядочек парочку бомбиков уже f16 пошлет байдена видишь вот байден молодец правда f16 украина надежда на чё f16 80 штук тебя выставит от байдена или не очень серьезный аргумент ну вот не поспоришь я даже с этим словом а если будет еще 180 вообще будет прекрасно а если ты читал хронику то а если в россии 2700 су 27 унику какую хронику мастер детского девятого века какую мне хронику читать надо сам пойдешь на фронт почитать чтобы вот вы там 2000 быстрее быстрее получится так ты час уже не защищаешь эти не понял тебе что не жалко знаете сколько живет суд же людей русских алё никого не палка никого чего ты знаешь сколько в суд же людей вообще живет дядя ну я тоже не знаю давай заболем суд же я тебе сейчас все почитаю я же не россиянин ты же должен знать за свои граждане нету все это все угол в помощь давай давай тут же не здесь живет я тебе скажу это при этом какой-то при этот курортный город 5000 человек тебе жалко 5000 русских человек 5000 нифига себе во вас гибнет больше в два раза за день нифига себе ну так что так что будете защищать исконно русских людей будете защищать исконно русских нападаем это ты защищаешься защищать так вы будете защищать своих людей зачем вы сюда пришли я не понял а чтобы избавить так вышли защищать русских людей чем не защищаете вы защитим не переживай так че не защищаете и до тебя очередь дойдет так че не защищаете я не понял че не подсуджий до сих пор ты прикинь ты пришел захватывать чужие земли к сорок первом году смотри ты как первом году пришел захватывать чужие земли а свои не защищаешь встречаешь слепым и судим не я вас не встречаю я вас не встречаю не я вас не встречаю ослабцы я вас не встречай америка америка скажи пожалуйста золгограда покинешь ли тебе было от пришли какие-то америкосы ты чё делал тебя в город пришли американцы и попросили не подожди ты про тебя приходят американцы его ты чё делаешь я свою город свою независимость а ты что делаешь за независимость так ты суджу не защищаешь вот прикинь чуваки тоже суджи какие-то вот так где-то там служат типа а их отправляют это на нью-йорк а у них вот у них дома рушатся как думаешь это нормально вообще или нет защищаешь знаешь я думаю знаешь что ненормально нормально то что начали вот это ненормально изначально так ты сейчас смотри сейчас суджа захватывается ты чё ничего не защищаешь свою россию границы свои свои не чужие я понял не чужие границы ну суджа она не захватится никогда ты можешь если завтра скажешь что суджа уже все ты будешь делать не скажут не скажут уже 35 пленных уже взяли вот только за полдня а их там 10000 а как же так 10000 пропустили вот парочку каких-то беттеров которые приехали аж до суджа доехали партизанская война у вас как было чего за со временем великой отечественной партизанской войны срочников плен взяли хочешь покажу тебе срочнику до срочников ты срочники кстати смотри вопрос тебе нет и срочник ты срочник а успокойся ты срочник или нет а чё ты сидишь там это там сидит и тезву про задал ты срочник сверх срочники подожди тебе срочников я тебе сейчас срочников покажу банально смотрю вот вот срочников путин же обещал что не будет воевать срочники а как они оказалось кульскую область 488 стояли на границе суджа позиция крест в плен был взят войсками украины когда при переходе граница вот он вот он до того как в плен попасть видишь есть дошла дают смартфон что ты не показываешь алю ты куда ты смотался хотел еще там срочников показать понятно вылить тут еще вот куча блин не блин и за нью-йорк за нью-йорк переживает здорово здорово чё ты как это это смотрю что-то у тебя вообще там печально все у меня печально у меня наоборот я сейчас еду домой братушечка где они батушечка господи помилуй и чё ты чё где ты был что на домой едешь я лис на солидаре солидаре где на третьем или четвертой линии ну то понятно и штамм еще можно пожить везде можно пожить только зависит сколько по времени как там у вас на первой линии были дела на первой линии тоже нормально там же активная оборона ну да это солидаре точнее вовчанск в принципе сейчас то да может даже поверить тебе а чё там но много платят вообще да я не этот почти все у меня уходит на бригаду я как я приехал изначально как гуманитарщик потом уже остался поэтому продолжил свои дела а чё тебя мотивирует как поступать как немцы в сорок первом как немцы сорок первом какая аналогия какая аналогия аналогия нападение на чужое государство захват чужих территорий и геноцид местного населения геноцид местного населения где а главное что считать что это все освобождение это немцы тоже так же считали точно так же ну немцы у них у них была идеология ну да в россии расшистка в россии расшистка идеолог и лин на которого путин постоянно посылается тоже спокойно он не постоянно на него посылается с чего ты взял дешевая русич дешевая русич не батальон который воюет четырнадцатого года в украине слушай это один у нас такой батальон всего на самом деле он сервиза россии даже не бригада даже не бригада а чё вы цель же геноцификация чего у вас батальон не геноцифицирован до сих пор четырнадцатого года я думаю служит и и узбеки и казахи дагестанцы я думаю там служит так чё ж не геноцифицировали первым делом собственный собственный батальон геноцифицировали там служит гестанцы то что там дагестанцев служит это 100 процентов кто это такое сказал чтобы дагестанцы слушать и я с ними я с ними работаю я с русичами работаю они с нами а с русичами понятно а командир где команде и их их командир ну как команд vậy знаешь? фкс? нет не знаю то есть ты работаешь с русичами и не знаешь они не командир и я по своей линии работаю я еще буду всех командиров знать. У нас тут 30 бригад. 30 бригад всех командиров знать. А, понятно. Короче, про Мельчакова ты не слышал ничего, я так понял. Мельчаков? Мельчаков. Слушай, ну это какая-то не супер, как сказать, известная личность. Что не известная? Это самая известная личность ДШГ. Может быть у вас на Украине? По всем миру, потому что он сам добровольно соглашается, что он это в интервью давал, сам рассказывал. Может националист? Нет. Именно так и сказал. Да. Да не может быть. Я не верю в это пока что. Извини, но я не могу поверить. Извиняю, могу в видео тебе показать интервью его. Хочешь? Не надо. Вот давай без этого. А что так? Ты просто не хочешь этого признавать. Не то, что не веришь. Я потом посмотрю, сейчас просто, честно говоря, не хочу вникать в это дело. Не хочешь, да? Так а что не деноцифицировали этот батальон? Если там командир все четко рассказывает. Слушай, если вот там так, то мы их деноцифицируем 100%. Куда? Ну, когда они выполнят свои задачи. А, когда сначала используете, а потом уже можно ее разобраться. А как ты думал? Прикольно у вас работает все на России. А у вас не так? Да, это смешно. А у вас не так? Смотри, бойовый отряд русских неудачников, принимавших участие в Российско-Украинской войне сначала на Донбассе с 2014 года по июль 2015 на стороне самопровозвращенных ДНР и ВНР. А после повторения России на Украину в составе российских войск. Входят в ЧВК Вагнер, сторона России, подчинение Министерства обороны Российской Федерации, пехота, сухопутные войска и так далее. Девиз «Слава Руси!» Цвета черно-желто-белый флаг, то есть имперский, талисман Тивас, коловорот, валькнут. Вот. Все идеально просто. Так что? Я так и не понял ответы. Что замотивировало как немцы в 41-м году поступать? Батальон, знаешь, что такое? Что? Батальон, ты знаешь, что такое батальон? Что такое батальон, расскажи. Ну, приблизительно. хотя бы численность. Понимаешь батальоны? Численность? Ну, расскажи, сколько у вас численность ДШР Гарусич? Так ты говоришь батальон или ДРШГР? Да, я сам посмотрю. Ну, посмотри сам. Гарусич. Это боевой отряд. Не батальон. Боевой отряд. А, так это группа. Да, это группа, да. Так, Русич. Мельчаков, ну-ка, да, про Мельчакович? Ну, давай. Приц. Слушай, ну, это, сто процентов мы их тоже династифицируем. Надо посмотреть. Смотри, история какая. Мне постоянно, знаешь, кого? Сейчас, я забыл фамилию этого человека, он у нас Роскосмос возглавлял. Не знаешь? Рогозин. О, Рогозин. Мне постоянно Рогозина, например, приводят. Вот у вас там Рогозин. Ну, Рогозин, после 14-го года, после 14-го года, когда ему сказали, что, типа, чувак, отдумайся. Вот. Он-то отдумался. Да ладно. Да ладно. А проблема в том, что у вас люди не отдумываются. Чего это он отдумался? Он недавно призывал там Украину, Украинство, как таковое, в принципе, чтобы такой нации не существовало. Это он отдумался? Это он просто констатирует факт того, что будет. А, то есть, это, типа, он отдумался, да? То есть, это... Он просто констатирует факт. Никто там ничего не отдумался. Он как остался, как бы, так и остался. Просто он открыто сейчас не зигует, как зиговал до 14-го года, там, на митингах, на видео с этими маршами. Потому что мы запретили? И что, он после этого перестал быть... Все знают. Я думаю, что он перестал, блядь, покаялся. А, это ты думаешь. А он так не думает. Он так не думает. Он что-то не может о него думать. Видишь, в чем дело. Я сейчас буду занят, всего доброго. Так и не ответил. Чего он здесь... Чего он решил повторить память немецких дедов? он здесь, И я. Продолжение следует...